Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это за кулись, то, что там происходит Боже мой, все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья И, конечно, призываю вас ходить на концерты классической музыки И, к большому счастью, они вновь возобновляются В основном это органная музыка Но, думаю, что скоро начнутся концерты Также и в концертном зале Дзинтере Потому что правительство разрешило проводить мероприятия Уже с большим количеством слушателей Но в то же время Вот мой концерт В предыдущую субботу Собрал достаточно небольшое количество публики И также я спрашивала, как ситуация в Домском До сих пор существует Эта вот боязнь Публичных мероприятий Сложно раскачаться Сложно подниматься с диванов И пойти на концерт Но все же я вас призываю Ходите на концерты классической музыки Это здорово и всегда замечательно Сегодня у нас в гостях Певец, тенор, солист Латвийского оперного театра А до этого Солист театра Московского Станиславского Энемировича Данченко И Это Артем Сафронов Здравствуйте, Артем Добрый день И Артем Рижанин Потом долгое время Учился в Москве В Академии Гнесиных Затем в аспирантуре Московской консерватории Лет шесть Вы прослужили в театре Станиславского И как раз Семь Даже семь Это ведущий Московский театр Очень часто Участник Различных конкурсов И победитель Престижной Российской премии Золотая маска Почему я говорю про золотую маску Потому что она очень известна В Латвии Сюда много приводят спектакли Привозят спектакли К сожалению Больше драматических Чем оперных Потому что оперные Это Почему-то гораздо дороже Привозить Это и декорации И прочее Хотя в драматическом тоже Ну видимо Какие-то более камерные Привозят И Вот такая интересная судьба Что Артем Родился В Риге Начинал свой путь И конкурсный путь Именно в Риге Затем уехал В Москву И лишь В предыдущем году В девятнадцатом Решил вернуться Уже с супругой Россиянкой И они Начинают завоевывать Уже наше Рижское пространство Расскажите сначала Как вы решили Перебраться в Москву Почему? Ну начнем с того Что музыкой Я занимаюсь с пяти лет И постоянно На чем играли? Я играл на фортепиано Но я заканчивал Хоровую школу Здесь, да? Здесь на месте Поэтому Изначально Я пел в хоре И в какой-то момент В своей жизни Я начал заниматься Вокалом частно И участвовал Во всяких Молодежных фестивалях Детских сначала Потом они стали Молодежными Вот И там я познакомился С моим первым педагогом Педагогом Эмилией Васильевой И Частно с ней занимался И она привила мне Любовь Именно к пению Именно к соли Ну удивительное дело Многие певцы Становятся На профессиональной пульт Достаточно поздно И начинают учиться Уже в вечерних Музыкальных школах А получается Вы с самого раннего возраста С пяти лет Занимались на фортепиано Пели в хоре Наверное это был Еще Участвовали ли в этих Ангельских хорах Мальчиков Нет Хорах мальчиков Не участвовал Это был смешанный хор При музыкальной школе Сольные партии Сольные партии Да Иногда пел Но мое занятие музыкой Никогда не было Целью стать Профессиональной деятельностью А почему Если с пяти лет Кто вас отвел тогда Это опять же Получилось все случайно Моя тетя Предложила моей маме Отвезти Детей На прослушивание И вот в пять лет Я и моя сестра Двоюродная Мы пришли на прослушивание Ей сказали К сожалению Вам не сюда А меня сразу взяли На подготовительный год Перед музыкальной школой И В какой школе вы учились? Школа Ну это частная школа была Марты Любимой Вот здесь на месте Да И Вот И После этого я учился Учился И как-то все это Было очень плавно Никаких Специальных Специальных Моментов Но в какой-то Определенный момент Мне Моя педагога сказала Что нужно Идти учиться Профессионально Вот И я поступил В училище Язапа Мэдени Отучился здесь Один год И после этого года Здесь был На месте Мастер-класс Профессора Из Академии Гнесиных Вот Я пошел Потому что Всегда был заинтересован Узнать что-то новое И Как-то у нас Сложился такой контакт Что он предложил мне Поступать Именно в Академию Учиться к нему И в этот момент Именно С высоты Опыта Наверное Он уговорил Вместе со своей женой Моих родителей Что это действительно стоит И этим нужно заниматься То есть вы всего один год Отучились в колледже В училище И потом уже Вас взяли в Академию Сразу Да Так получилось Что я остался Вообще Образовательной школе Потому что Это не должно было Стать моей профессией Да И мне нужен был Еще один год Мегнисиных 2004 год Это мне кажется Время расцвета Москвы Потому что Не было Еще гастарбайтеров Не было Такого количества Жителей Москвы Еще не стремились Все Из глубинок Отправиться Когда я сама Переехала из Оренбурга В Москву В 2001 году Я поразилась И грандиозностью Но в то же время Не было вот этого ужаса Когда тебя вносят В метро И выносят То есть Были очень часто Свободные часы Когда совершенно спокойно Можно было ездить в метро И даже в часы пик Никогда не было Такого ада Который происходит сейчас Конечно И вот это вот Это был город возможностей И возможностей Не только Творческого роста Наверняка Вы как только поступили Начали ходить уже Во все возможные театры На самом деле В Москве Действительно Такая культурная жизнь Происходит Что Каждый вечер Ты можешь выбирать Из десятка Театров Театров Концертных залов Вернее Если мы берем еще и театры И драматические театры То Это Чуть не сотни событий В день Куда можно сходить Увидеть Замечательных артистов Послушать замечательную музыку Это как и классическая музыка Это может быть И любого другого направления музыка И театры И экспериментальные И классические Все что угодно На любой вкус На любой кошелек При этом концерты Проводятся Как грандиозные Там в Большом зале Консерватории Или В концертном зале Чайковского В Доме музыки Так и Камерные Например В музее Квартире Рихтера Или Гальденвейзера Где Квартира Рассчитана На 30-50 человек И везде Выступают Яркие Интересные Музыканты Вы помните Ваш первый концерт Куда вы отправились В Москве Я думаю Что Это был Большой зал Консерватории Хоть я и учился Уже в Гнесинке Но Большой зал Консерватории Мы как-то Студентами Собрались И После лекций Решили Пробраться Ну кстати Еще в Москве Проводится Конкурс Имени Чайковского Это единственный Конкурс Который Ждут Россияне С большим Нетерпением Притом Не только Сами музыканты Но и Меломаны И самый широкий Круг слушателей Приезжают со всей России Чтобы послушать И я помню Когда я как раз Училась На Не помню На каком курсе Мы штурмовали Большой зал Или дом Композиторов Или Союза композиторов Дом союзов Возле Большого театра Для того Чтобы попасть На конкурсные Прослушивания певцов Именно Певцы И пианисты Всегда собирали Максимальное количество Слушателей И желающих Вот как вы посещали Эти конкурсные прослушания Интересно вам было? Конечно Это же моя профессия В итоге стала Обязательно Я Один Год Прослушал В концертном зале Чайковского Практически все туры Вот И Конечно же Были свои Предпочтения Они возможно Даже не совпадали С мнением Жюри Но Это Это действительно Большой опыт Для любого артиста Было ли желание Самому Поучаствовать В таком Грандиозом Конкурсе? Ну Откроем секрет Я один раз Участвовал В конкурсе Чайковского Но все закончилось Первым туром Первым туром Но тем не менее До первого тура Надо тоже дойти Потому что есть еще Отборочный тур Где отбирают Огромное количество Более сотни заявок Там не только анкеты Но это и видео И даже Мне кажется Это не сотни Наверное тысячи Наверное тысячи Да И это был первый год Когда конкурс Чайковского Разделился на два города А Это когда уже Гергев Перевез половину конкурса В Санкт-Петербург И собственно Вокалисты были В Санкт-Петербурге И первый тур Был в капелле Это было Для нас Для как бы Можно сказать Жителей Москвы Это было Очень печально Потому что Мы всегда привыкли Ходить Выбирали дни Когда пойти на конкурс Чайковского Или на вокалистов Или на пианистов Или на скрипачей Или велончелистов А потом разделили И в Москве Остались только пианисты И скрипачи И все Да Но тем не менее Возможно Когда-нибудь Что-нибудь изменится Вновь Почему вы решили Окончив академию Имени Гнесиных Почему вы решили Все-таки Пойти в аспирантуру Консерватории Ну Это было решение Не столько Пойти в учебное заведение Сколько Пойти к педагогу Педагогу Дело в том Что При Окончании Ну В год Окончания Гнесинки Я познакомился Кстати В Риге С Еленой Образцовой Я попал к ней На мастер-класс И она мне посоветовала Продолжить обучение У Зураба Саткилава И Мы Познакомились Уже в консерватории Я Полгода Он мне разрешил Посещать Просто Его Уроки Для того Ну как слушатель И Так случилось Что мы Нашли контакт Впоследствии Уже Достаточно сильно Подружились Вот И Он мне сказал Поступай И если поступишь То я беру тебя К себе Прекрасно Ну собственно говоря Были вступительные экзамены И Ну это очень сложно Поступить в аспирантуру Потому что Это на самый Это настоящий бой Количество мест ограничено И конечно же Стараются брать Выпускников Самой консерватории Своих студентов Только что закончивших И там действительно Помимо специальности Где тебе могут поставить Высший бал Есть ряд предметов На которых Срезают неугодных Английский Философия И я помню Когда я поступала Сама первый раз В консерваторию Сама окончив Не консерваторию А аспирантуру Хотя как органистка И я как раз Летела именно На английском Потому что Ко мне подошла Подошел мой педагог Елена Борисовна Калягин Сказала Лена Мы ничего не можем сделать У вас уже стоит 4 К сожалению До сих пор До сих пор Это существует И это действительно Большая радость И возможность То что вы поступили В аспирантуру Из Академии Гнесиных Да Но у меня была Немножко другая Ситуация С языком Мне нужно было Сдавать русский Так как у меня Латвийское гражданство Я шел как иностранец Я вместе с ребятами Из Украины Мы все вместе Сидели Писали диктант По русскому языку Потом у нас было Собеседование И поэтому Хотя если бы был Английский язык Слава Богу В моем случае Я здесь получил Достаточное образование Чтобы поступить И с английским языком Да Ну прекрасно Прекрасно Дорогие друзья У нас в гостях Тенор Солист Латвийского оперного театра Артем Сафронов Который 16 лет прожил в Москве Обучался в Академии Гнесиных Затем в аспирантуре Московской консерватории А также Работал в театре Станиславского Иними Роича Данченко Я сейчас бы хотела Вам рассказать О культурной афише Потом мы вернемся К нашей беседе Каждый день Кроме воскресенья В 12.00 В Домском соборе Возобновились Концерты Пикколо Это концерты На 20 минут Выступают все Концертирующие Органисты Домского собора Это и Кристина Адамай Это и Лариса Булова Лейна Андретта Калнцем Айгорс Рейнис Рига Богата Органистами Нас наверное Около 50 Концертирующих Музыкантов Мой концерт В Домском состоится 22 июля И еще раз скажу Что кроме воскресенья Каждый день В 12.00 Мне кажется Это прекрасная возможность Познакомить Детей С органной музыкой Потому что По настоянию Музыкального директора Домского собора Айгора Рейниса Все программы Должны быть Очень популярными Узнаваемыми Это конечно Иоганн Себастьян Бах И Феликс Мендельсон И самые различные Композиторы Которые на слуху А если не на слуху Но музыка Должна быть яркая Интересная И оставить Неизгладимое впечатление У слушателей Которые впервые Попали в Домский собор Концерты Пикколо Были задуманы Для туристов Для того чтобы Ознакомиться С Домским собором И несмотря на то Что туристов Сейчас очень мало В Латвии Эти концерты Продолжаются Уже для рижан Чтобы вы смогли Познакомиться С уникальным инструментом Который еще До сих пор Занимает Ведущее положение Из всех органов В Европе По средам В 13.00 Концерты Проводятся В Англиканской церкви Это концерты Уже благотворительные Там выступают Также Те же самые органисты Что и в Домском соборе И также студенты И недавние выпускники Латвийской академии музыки Кстати сегодня После передачи Я пойду играть Там концерты Вместе с Ириной Валикжайной Выпускницей Московской консерватории 3 июля В Домском соборе Выступает Будет концерт Джазовой музыки При этом Также на органе Но еще и будет Саксофон И ударные инструменты Солисты Лауреаты Лауреаты Этого года Большого музыкального Приза Айгорс Раумнис Саксофон И Айгорс Рейнис Орган А также с ними Будет выступать Эрнест Мэдденш Ударные инструменты В программе Очень интересные произведения Это Джордж Кершвин Рапсодия в стиле блюз Гио Бюве Танец для органа Фил Вуд Джазовая соната И премьера Платон Буровицкий Небесные часы Такая необычная программа Будет 3 июля В 19.00 В Домском соборе И в принципе Орган Конечно Это не только Представитель Духовной музыки То есть это стоит Почти в каждой церкви Лютеранской Католической И Тем не менее На нем также Очень здорово И интересно Звучат произведения В джазовых обработках Мы вернемся К нашей культурной афише А также К беседе С тенером Артема Сафронова Нашим гостем После небольшой Рекламной паузы Нет Без Вы знаете Дорогие друзья Я сегодня Не поняла Что у нас Не будет сейчас Рекламной паузы Прошу прощения Это все Мое Неважное зрение Евгений мне показывает Без перерыва Без перерыва А я вижу только Перерыв Перерыв Простите Дорогие друзья Рекламной паузы Сейчас не будет И мы возвращаемся К нашей культурной среде Ну и кстати Вот в передаче Частенько бывают Такие ляпы И часто бывает Что в операх У певцов тоже Вот потому что В первую очередь Вам нужно выучить Такое количество Музыки И слов Как вы выкручиваетесь Когда например Забыли слова И А суфлера нет Ведь не всегда В операх присутствует суфлер Да Кстати Вот по поводу Суфлера Это интересно В театре Станиславского Суфлера нет Ни на одном спектакле А даже так Да Это Решение Уже достаточно Давно В нашей Латвийской национальной Опере Суфлер Присутствует На некоторых спектаклях И вот На некоторых Репетициях Которые нужно было Петь Уже в этом году Присутствовал Суфлер И это тоже Отдельная дисциплина Услышать Его подсказки И Вступить В нужный момент Если Это Необходимо Потому что Когда Партия Выучена Безупречно Мой опыт Подсказывает Что Суфлер Необязателен Даже Не нужен Но Опять же Певцы разные У всех Разная память У всех Разная Возможность Подготовки К каждому Спектаклю Потому что Если певец Поет 5-7 Спектаклей В месяц И это все Если разные Названия То Действительно Объем информации Настолько велик Что Мозг Просто Иногда не справляется С этой информацией И действительно Нужна помощь Именно Подсказок Как вы Выкручивались Когда у вас Когда вы забывали текст У меня Была Одна Очень Такая Ситуация Я бы сказал Неприятная Для меня Но Все В итоге Было Благополучно У меня Было Два Спектакля Подряд Кузи Фантут В театре Станиславского И через день Был спектакль Тангейзера Постановки Андрейса Жагерса Именно в театре Станиславского И За один день Я Вроде Все повторил На следующий день Все было в порядке Но Там партия Не очень большая Но При этом Огромное количество Ансамблей И одна маленькая Ария На две минуты И эта ария Происходит После Огромного Вступления Одного из Главных Действующих Лиц Ландграфа Который Продолжается В районе 15 минут И мы На состязании Певцов Выходим Все это дело Слушаем И потом Высказываем Свои мнения И Я выхожу Встаю На нужную точку Я понимаю Что я не помню Не только ни слов Но и мелодии Вот Но И самое страшное Заключалось в том Что В этой арии Сопровождение Идет только У арфы И Спрятаться За оркестр За громкую Вагнеровскую музыку Нету нигде Возможности Что они Выходят На Большую сцену Или на какой-то Экзамен И Понимают Что им говорят Что нужно петь Или играть То произведение Которое они Даже ни разу Не слышали Вот И это Очень часто Это бывает Ну Так Наверное Работает Наш мозг Какая Самая Ваша Яркая Роль В оперном Театре Для вас Значимая Значимая Ну Наверное Для меня Было Очень важно Сейчас Исполнить Ленского В Латвийском Оперном Театре В конце Этого В Ноябре Это был Последний Спектакль К сожалению Именно Этой Постановки Ну По крайней мере Пока Так Говорят Потому Что я Заканчивал Академию Гнесиных Именно Ленским И У меня Был Достаточно Большой Перерыв В этой Партии Как-то Не довелось Петь Эту Партию В Москве Именно В Театре Станиславского И Не приглашали Было Много Других Партий Но Вот Это Было Достаточно Волнительно Для меня Во-первых Это Первое Выступление В родном Городе Во-вторых Это Значимая Роль Именно Для меня И Как Принимали Вас Время Покажет Часто За певцами Приклеивается Определенное Амплуа То есть Это Лирический Тенор Ну Особенно У певцов У певиц Это еще Чаще То есть Это Такие-то Партии Подходят Есть ли У вас Такое Амплуа Которые Вы Эти партии Теноровые Поете А другие Ни в коем случае Ну Скажем так В начале Своей Можем Сказать Может Карьеры Хотя Карьера Творческого пути Творческий путь Наверное Скорее так После того Как я попал В театр Станиславского У меня Было Амплуа Лирического Тенора Который Поет Лирический Репертуар Это Много Моцарта Денисети Вот И Вся Моя История В театре Станиславском Заключается Именно в том Что я Работал Лирические Партии И Очень много Современной Музыки Которую было Действительно Сложно Выучить Ну Как-то Так Получилось Что Моего Образования Хватает Для того Чтобы Быстро Учить Как И Современно То есть Это Постановки Дмитрия Крымова Постановки Дмитрия Крымова Не участвовал Но Смысл в том Что именно Современную музыку Современную Оперу Ее иногда И опера Это Наверное Сложно Назвать Перформансы Но Это Больше Перформансы И Но Для Обычного Классического Музыканта Иногда Это Неподъемное Это Безумно Сложное Неподъемный Момент Потому что Гармония Совершенно Иная Нежели В Классическом Понимании Классической Музыки И она Намного Сложнее Чем Современная Поп-музыка И джаз Джазовая Музыка Но Да Как-то Так Вот И в какой-то Момент Я Попробовал Себя Уже В более Таком Скажем так Крепком Репертуаре Например Ну Два Года Назад Я Попробовал Себя В немецком Репертуаре Это была Опера Вебера Вольный Стрелок Ну Скажем так Это Первые Шаги Для Голоса Типа Хельден Тенор Это Тенор Который Поет Не только Итальянскую Музыку Но и Немецкую Музыку И в том числе Вагнера Вот Эта Проба Пера Была В Германии В Германии Оперном Фестивале Молодежном И Она Показала Мне Примерно Куда Стоило бы Двигаться Именно В голосовом Плане И Развиваться Продолжаете ли Брать уроки У педагогов Или уже Достаточно Того Опыта Который У вас Есть И Уже Уроки Не так Уж И важны Уроки Как На постоянной Основе Я Не продолжаю Брать Потому что Есть Уже Определенная Дорога По которой Надо Двигаться Обязательно Присутствуют Уроки С концертмейстером Это Выучка Новых Партий И Очень важно Иметь В друзьях Своего Концертмейстера И соратника Который Будет Согласен С тем Звучанием Твоего Голоса Который Который Ты используешь И техникой Которую Ты используешь И который Будет Не мешать А Подсказывать И вести С чисто Музыкальной Точки Зрения И Помогать И Я очень рад Что В Рижском Оперном Театре Есть Такой Человек Это Илза Озолиня Ведущий Концертмейстер В Опере И Она Мне кажется Достаточно Всецело Согласна С тем Что делаю Я И моя Жена И Когда мы Занимаемся Мы находим Общий язык И Я думаю Развиваемся Вместе Ваша Ваша Жена Тоже Певица Сопрано И Она Также Приглашенная Солистка Латвийского Оперного Театра Скажите Как зовут Ее Ее Зовут Инна Сафронова Или Инна Клочко По Девичьей Фамилии С какой Фамилией Она Выступает Здесь Она Собиралась Выступать Перед Тем Как у нас Произошел Коронавирус Как у нас Сафронова А в Театре Станиславского Она Работала Под фамилией Инна Клочко Это Кстати Больная Тема Для многих Женщин Музыкантов Когда они Связывают Себя Узами Брака Менять Фамилию Или Не Менять Потому Что Уже Известный Человек Уже Известное Имя И Тем Не Менее Традиция Смены Имени До сих Пор Существует Кстати Вернемся К вашему Российскому Творчеству В последние Годы Вы часто Выступаете В концертных Постановках Опер И Известного Продюсера Российского Елены Харкедзян И в ее Фестивале Опер Априори И С ведущим Российским Дирижером Александром Сладковским В Татарстане Вот скажите Концертная Постановка Насколько Лично Для вас Отличается От Настоящей Сценической С костюмами С декорациями Насколько Одно Легче Или Наоборот В опере В принципе Концертная Постановка Ты встал Тебе не нужно Двигаться Тебе не нужно Там падать На колени И прочее Но в то же время Там есть и Декорации Которые помогают То есть не нужно Встать Что вам ближе Что вам больше нравится Я бы сказал Что Если говорить Про сложность Это не совсем Правильно Потому что Это просто Разные дисциплины Это Разный опыт И Разные Приемы Экспрессии И Приемы Ну и состояния Скажем так Вот Чем хороша Оперная постановка Ты полностью Погружаешься В те обстоятельства Глобально Действительно Костюмы Декорации И Иногда Действительно Оперный спектакль Когда он Хорошо сделан Его работать И петь Намного легче Может быть Не легче Но Приятней В том плане Что Ты находишься В тех обстоятельствах Ты не голый На сцене Ты Окружен Всеми Средствами Экспрессии Которые Кроме тебя Тоже работают Что касается Концертной Постановки То Основная Конечно Линия Экспрессии Это действительно Музыка Музыкальность Взаимодействие Непосредственное Близкое С дирижером И с оркестром И Я скажу так Что мне Очень нравится Оперный Именно Опер В концертном Исполнении Потому что Вся Работа В основном Делается Заранее Самим Артистом И Он показывает Себя так Как он Подготовился Сам Больше А в оперном Спектакле Конечно же Артист Должен Примиряться С какими-то Мнениями Мнениями Другими Вливаться В постановку Вливаться В ту Концепцию Режиссерскую Тем более Сейчас В наше время Режиссерский Театр Это Везде И иногда От оперы Остается Только музыка И название И то Не всегда Целиком Иногда Режиссеры Начинают Что-то Менять Местами Править Урезать И Мне кажется Что это Не совсем верно Но Как есть Так есть Мы Обязаны И должны Найти Правду В любых Предлагаемых Обстоятельствах Сколько у вас Времени Уходит Чтобы выучить Партию Например Ленского Ну Ленского Я учил Долго Момент Когда Певец Приходит На репетиции С готовым Материалом Мне Хватает Выучить Партию Наверное Месяца Именно Музыкального Материала Но У каждого Певца И у каждой Партии Совершенно Разный Момент Впивания Есть Легче Партии Которые Действительно Можно быстро Выучить И Выскочить На сцену Достаточно Быстро Есть Очень сложные Партии На которые Нужны Годы Для того Чтобы Их сделать Так Как они Должны Звучать Ну вот даже Говорите Месяц Месяц Это Каждый День Поскольку Часов Ну Это Во-первых Человеческий Голос Если мы Поем Он Человеческий Организм Не способен Выдерживать Постоянного Пения Там Больше Двух Часов Наверное Вы не только Поете Там и текст Прочитать Ну У каждого Наверное Певца Свой метод Мой метод Достаточно Мне кажется Эффективный Для меня И Я думаю Что возможно Будет эффективный Для кого-то Другого Я Не могу Сидеть Долго За За Текстом Мне надо Сидеть Перерыв 20-30 минут Потом Небольшой Перерыв Для того Чтобы Это все Откладывалось Куда-то В мозг И Там уже Обрабатывалось Потому что В какой-то Момент Я понимаю Что я теряю Внимание И Я могу Просидеть 2-3 часа И Это ничего Не даст Безрезультат А вот эти Вот Перерывы И 20-30 минут И вот Таких Три подхода В день Они Дают Очень Хороший Результат Ну По крайней мере Для меня Бывает Такое Что позвонят Скажут Артем Выручай Нужно Срочно Петь Какую-то Там Партию Огромную У меня В судьбе Все Мои Знакомства Новые Все Какие-то Интересные Такие проекты Судьбоносные Они были Практически Вот В таком режиме Сделаны Когда мне Звонит Директор Оркестра И говорит У нас Слетел Солист Не знаю По каким Причинам Либо контракты Либо визы Либо еще Что-то И У нас Нету Солиста И Сможешь Успеешь Ну Я отвечаю Что успею Потому что Я знаю Что В моих навыках Это есть Есть певцы Которые Так не смогут Ответить Какой самый Такой сложный Проект был Может быть Из последних Когда нужно было Когда вас сказали По русской Как анекдот Сможешь учить Китайский язык Когда нужно Когда нужно Вчера Вчера Да Но Последний Проект Такого плана Получился В этом году Это был Звонок По-моему 5 5 января Как раз Звонок От Елены Харкедзиан Продюсера Московского Фестиваля Опера Априори Она мне Позвонила Мы с ней Сотрудничаем Уже не первый Год И говорит Это не мой Проект Но у них Что-то В московской Филармонии Не сошлось С певцами 4 февраля Гайден Времена Года Нужен Тенор Успеешь Выучить Ну Я Пытаюсь Прикинуть Что такое Гайден Как его Нужно Учить Насколько Сложная Музыка Как Вокально Так и В текстовом Плане Я говорю Да Наверное Смогу Она говорит Ну Хорошо Я даю Согласие Тогда Они с тобой Свяжутся Я Кладу Трубку Иду К компьютеру Захожу В ютуб И понимаю Что это Огромное Произведение Больше Двух часов Длиной И Чисто моего Пения Без перерыва Без ничего Это как минимум Полтора часа И я понимаю С речитативами С ариями С дуэтами И со всеми Вытекающими Вот Ну Да Что делать Я уже дал согласие Приходится Садиться И Учить Приходится Учить Ну Тем более Когда Когда Предлагают Петь В московской Филармонии В концертном Зале Чайковского С оркестром Московским Камерным Оркестром И дирижер Максим Емельянычев Это Такой Достаточно Молодой Я скажу Практически Вундеркинд Да Очень Непосредственный Но Очень Профессиональный Действительно Самого Высокого Уровня Человек Который Собрал За несколько Репетиций Вот эту Махину И выдал Очень Высокое Качество Да Конечно же Это очень Приятно Когда Собираются Большие Профессионалы И за Короткий Период Времени Выдают Действительно Уровень Мирового Класса Потрясающе Дорогие Друзья У нас В гостях Тенор Солист Латвийского Оперного Театра А до этого Солист Московского Театра Станиславского Артем Сафронов Я вас Приглашаю На концерты 10 июля В церковь Святого Павла Это будет Мой концерт Будет выступать Наше замечательное трио Юрий Савкин Скрипка Ирина Валикжайна Виолончель И в программе У нас Хиты И раритеты Классической музыки Петр Личайковский Времена года Пять пьес Из этого цикла В переложении Для скрипки Виолончели И органа Йозеф Райнбергер Сарабанда Для трио Томазо Витали Чекона Для скрипки И органа Также будет Произведение Для органа Соло Это Христофор Кушнарев Пасакалия И Иоганнес Брамс Это 10 июля В церкви Святого Павла Билеты можно приобрести На сайте О-концерт.лв Или Билишу-сервис 11 июля В церкви Святого Иоанна Выступает Сопрано Ольга Пятигорская И органистка Иоланта Баринская 25 июля В церкви Святой Гертруды Благотворительный концерт Кристина Адамайте Органистки И артист Симонис Саксофон Там вход За пожертвования А концерты 10 июля Вход по билетам К сожалению Мы заканчиваем Нашу передачу У нас в гостях Был замечательный певец Интереснейший собеседник Артем Сафронов И я думаю Что мы его скоро Услышим Не только в оперных Постановках Но также его В камерных концертах Потому что Концертная деятельность Занимает Одну из важнейших Частей его жизни И большинство концертов Проходило в Москве Но я думаю Теперь так же Будет проходить И в Риге Я очень тоже Надеюсь Спасибо Артем Что нашли время Прийти к нам Всего доброго Благодарю До свидания Дорогие радиослушатели